Урсул Меня зовут Ань, фамилия Урсул, ну там было в интернете написано, да, и я тут по ходу дела поняла, что, не знаю, как, возможно, интересную историю, ну, своя личная история прихода в туризм, водный туризм, коротенько расскажу. В туризме я с двух с половиной лет, меня папа привел за ручку на поляну, как, ну, наследственные туристы тут тоже есть, которые ходят давно, вот, с детства, ну, и в основном я ходила пешком с папой, вот. А в водный туризм я попала в студенческие годы, некоторое время с четыре курса подряд я вообще никуда не ходила, с первого по четвертый курс, а потом меня, как, клемануло, крышу снесло, я попала, значит, я села на байдарку первый раз на грибном канале, мне понравилось, вот, а потом мне друг сказал, типа, а вот мы едем на Южный Пух на выезд, поехали с нами. Я поехала, это был 2001 год, и в свой день рождения я сделала себе подарок, открыла для себя настоящий водный туризм, и вот с тех пор я в водном туризме. В основном я хожу именно в водные походы, но в последнее время тоже комбинирую, все, люблю ходить и пешком, и велосипеды, я думаю, что все, кто сейчас ведут активный образ жизни, все равно комбинируют виды туризма, виды, ну, других каких-либо путешествий. Вот, и по поводу вообще водного туризма, там есть кто-нибудь, кто вообще не притрагивался к водному туризму ничем? Есть, да? Я потравлю. Так, Стоп, ты же говорил, что ты хотел водный поход. Ну, как-то я тебя люблю. Ну, в 2 года. Хорошо, есть. Отлично. Значит, ну, водный туризм, история-то своей, уходит далеко в века, потому что изначально водный туризм был необходим для перевоза каких-нибудь грузов в древности и вообще перехода через какие-то водные препятствия. И, соответственно, у каждого народа были свои этапы судов, исторически складывалось так, что суда менялись, да, и вот, например, такое судно, как Каяк, которое сейчас есть тоже в современном водном туризме, его можно встретить у тех же эскимосов, да, или там индейцев в Северной Америке, которые прекрасно пользовались таким же судном, типа Каяк или Каноэ. Вот. А современный водный туризм, который сейчас есть, он зародился, ну, мы будем говорить, я буду говорить сейчас о Советском Союзе, в общем, да, потому что мы живем на территории постсоветского пространства и, в принципе, то, что доступно нам для походов, это как раз территория постсоветского пространства. Хотя, ну, сейчас нет ограничений. И в Советском Союзе туризм зародился в конце 60-х годов и начали ходить в основном сложные категории походов на плотах. Что-то там уже показывает? Нет, ничего, ничего. Отлично. Это каяк, кстати, это каяк, да. Ну, там у меня есть фотография отдельная каяка, можно посмотреть. И сложные категории походов ходились на плотах, но вообще, как бы, сегодняшняя лекция, да, там, тема заложена, это районы водных походов, это суда, на которых можно сплавляться, и это снаряжение, которое необходимо для похода. По поводу районов, опять же, возвращаясь к постсоветскому пространству районов, я могу перечислить все, что есть, куда может пойти водный, ну, водник, да. Это Кольский полуостров, это Архангельская область, жаль, что у нас нет карты, но кому будет интересно, тот найдет потом, да, где территория, если так визуально не помните, где что. Это Карелия, это то, что южнее Кольского полуострова, да, средняя равнинная часть России, это южная равнинная часть европейской территории, Советского Союза тоже. Это Карпаты, Крым, вот когда я искала эту информацию, да, вот так, чтобы пополнее районы рассмотреть, то напротив Крыма стоял вопросительный знак, а можно ли туда ходить водные походы? В водные походы, которые будут категорироваться, в Крым глядя можно пойти, но сплавляться на реках, по рекам Крыма можно. Можно на кайках и можно на катамаранах-бойках. Это доказано на практике. Вот, это Кавказ, западно-центральный, восточный, за Кавказием, Урал-полярный, Урал-средний, Урал-южный, успеваете? Западно-сибирская низменность, а это пустынные и полупустынные территории Средней Азии, то есть это там Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, это Памир, Алтай, Тиньшань, такие, да, мощные горные хребты, это Саян, западный Саян и восточный Саян, это тоже горные хребты, мне часто, когда я произношу Саян, это просто, где это? Так, чтобы тебе популярно объяснить, Алтай, ты знаешь, где? Да. А Байкал, ты знаешь, где? Байкал, представь себе Байкал и представь себе вот Алтай, ну, это между Алтаем и Байкалом, между южной точкой Байкала и Алтаем, вот эта часть горных хребтов, называется Саян, западный и восточный Саян. Таймыр, плато Путораны, там тоже можно славляться, это северная часть, полуостров Таймыр, помните, Путорана, плато Путораны. Это при Байкале и за Байкале, это Хабаровский край, это Приморье, ну, то, что, да, Приморье, это, какой у нас там океан? Запутала стихий, океан. И Якутия, Магаданская область. Вот, и, в принципе, вот, если взять вот так вот в руки этот список, то, вот, я не знаю, ходил ли кто-то на Таймыр и на плато Путораны, вот, ну, из моего окружения, я не помню людей, кто бы туда ходил. В Черкасса, в Якутию, да? Черкасса, ходили в Якутию, да. И еще на Урал ходили. Ну, вот, вот, я не знаю, наверное, ходили, ну, Памир, Тиньшань такое еще, вот, я не встречала, по-моему, вот, ну, как бы, есть Семен Сырф, да, о котором вы, наверное, слышали, легенда водного туризма в городе Одессе, но, вот, я знаю, что он на Памир и Тиньшань ходил. В Среднюю Азию, насколько помню, тоже, ну, у него даже в Америке мысли сейчас ходили, вот, и, по поводу, то есть, это вот область, да, вот, вся, весь, все постсоветское просторанство, куда можно, а, я не назвала Карпаты, да, я не назвала, 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 на автомате, Карпаты, Крым, назвала, вот, и, вообще, вся Украина, да, она тоже, кроме Карпаты и Крыма, можно тоже ходить по всем равнинным рекам Украины, вот, ну, это, в принципе, южная часть, это, в принципе, равнинная южная часть Советского Союза, вот, и, а тут уже стоит вопрос, какой категории сложности будет поход в зависимости от района, и, по поводу категории сложности, кто ходил в какой-либо поход, знает, что категории от первой до шестой категории сложности, да, и категория сложности дается по километражу и по сложности препятствий, которые возникают на походе. Первая, самая низкая категория сложности, шестая, самая высокая категория. В шестую? В шестую, пойдем, жизнь еще длинная, вот, и вот, по поводу категории сложности, есть информация у меня по районам, какая категория, где идет, если это интересно, то я могу сейчас сказать. Ну, давайте начнем с первой, второй категории сложности, это район, ну, равнинные части, да, где текут реки без определенного уклона, уклон это как раз один из показателей, который, ну, задает сложность препятствия, да, и по равнинам, как бы, текут реки первой категории сложности, второй категории сложности. И это, естественно, ну, вот, идет равнинные части, все, ну, вот и все, да. Дальше идет третья категория сложности, и тут уже, как бы, область, ну, расширяется область. Это Карпаты, а вот, возвращаясь к Крыму, да, Крым хоть и не стоит попросить знак напротив него, но там как раз можно поймать и такую воду, и сложности, и препятствия, из-за того, что там как раз горные реки текут. Они от тройки и до пятерки, но, ну, опять же, да, сюда, это каяк и двойка катамарана. То, что реально вмещается в эти реки, потому что они в основном узкие. То есть, да, вы уже транслируете, а есть? Я, по-моему, двойка катамарана, двойка катамарана есть? Да, есть. То есть, вот максимум ширина двойки катамарана, и сейчас ребята найдут фотографию, это вот максимум, что может вместить река Крыма. И четвертый, дальше, третья категория сложности, это Карпаты на территории Украины, куда может пойти, в принципе, человек, турист, да, с опытом водных сборов. Да, вот мы сейчас проводим лекции в преддверии водных сборов, и могу однозначно заявить, если вы будете усердно воспринимать информацию и работать на водных сборах, то, в принципе, после таких водных сборов можно сходить по Карпатским рекам в поход. Ну, это черемош, черный, белый и пруд. Естественно, их нужно в определенном порядке проходить, чтобы, опять же, в течение, на протяжении похода набраться опыта. Сначала надо идти черный черемош, на котором были простые препятствия, и где можно отработать элементарные вещи, которые на южном буге не всегда можно отработать. Это специфика чалок. Так, я уже пошла в такие категории, что чалка это, да, это когда нужно причалить к берегу, причалить так, чтобы весь экипаж смог оказаться на берегу, судно осталось тоже на берегу, и все остальное снаряжение тоже осталось на берегу. То есть, вот на черемоши можно отработать очень много специфических всяких инструментов, которые нужны воднику, да, и безболезненно это сделать на черном черемоши. А после черного черемоши можно уже идти и на пруд, и на белый черемош, потому что они, там более сложные препятствия, и когда-то пруд и белый черемоши, пруд тоже категорировался с элементами четверки, то есть это тройка с элементами четверки, а белый черемоши, это в принципе, тоже там тройка с элементами четверки. Некоторые походы, пороги категорировались как четвертые категории сложности. Сейчас с Карпатами все очень сложно. Там чаще всего нет воды. И чтобы споймать воду, там надо либо попасть в паводок хороший такой, чтобы сожгли или фигарили там на протяжении нескольких дней. И тогда вот эта двойка, да? Двойка имеет в виду два человека, два катамарана. Это четверка. Это четверка очень большого объема. У нее есть название. Одноименное название реки Алтайской. Чулышман. Как? Чулышман. Почему одноименное название? Потому что этот катамаран будут павшить специально для прохождения этой реки. Нет, а название реки соответствует Кулышман? Это название реки Чулышман. Алтайская речка и одноименное название у этого катамарана. Так. Хочу затронуть те районы, которые ближайшие к нам. По поводу Карпат, да? Я сказала, что там сложно споймать сейчас воду. Но вот этой весной Черемош переходился пешком. В любой точке. Вот никто из водников, я знаю, что не поехал на Черемош из-за детских водников. Ну вот Леша Завадский, который, кстати, сейчас через полторы недели уезжает на платок Утараны в одиночное путешествие на Байдарке. И это будет первый человек, который выйдет, вернется, и у нас будет знакомый, который проходил платок Утараны по рекам на Байдарке. Вот. Вот он туда поехал просто погулять и говорит, ну, практически везде можно было Черемош перейти пешком. То есть воды не было. Даже к тому, что снега отаяли, то есть это же весеннее половодие, как бы, и все равно воды не было. И, главное, одесситы, одесские водники и вообще украинские переместились на Кавказские реки. Во-первых, это интересней по препятствиям прохождения. Во-вторых, это не так уж дорого получается. По опыту последних лет путешествие на Кавказ составляет не более 1600 гривен на двухнедельного похода. Вот. И поэтому... А Кавказские реки – это тройка и четверка с элементами пятерки и шестерки. Но хочу сказать, что только после Карпатских рек стоит туда идти. А тут, да, пробел получается. Если вы не сходили в Карпаты, опыту на Кавказ идти нельзя. Ну, это такое, все условности, потому что можно и на Южном Буге получить такую школу, после которой можно сходить на Кавказ. Вот. И категории пятерка и шестерка – это все, что осталось остальное. Ну, а, вот тройка, тройка, двойка, еще Урал. Уральские реки не более... Ага. Ну, Стас, ну, если бы ты не признался, можно было бы и не узнать. А какой это год? Девятый. Девятый? Девятый. Это твое? Нет. Ладно, прошу прощения. Нет, Саша. Вот. То есть, вот Урал – это двойка и тройка. А, да, с четвертой... Я думала, что он, кстати, когда ты подходила, я уже там, ну, Аня, говоришь, себя занесла. Я не проходила. Я была рядом, когда шел, что это парень. Там он, я не знаю, что ты понимаешь. Так. Что я там говорила? А, значит, пятерка и шестерка. Это оставшиеся районы – Саяны, Алтай, Памир, Тиньшайн, Средняя Азия, Якутия также. Хотя в этих же районах можно и в тройку сходить. Отвлекающие маневры. Вот. Еще, ну, хорошие, очень приятные районы – это Карелия и Кольский. Чем они приятны? Там можно очень хорошо сопоставить спорт с шикарнейшим модных. Да, это рыбалка, это грибы, это ягоды, это лежание пузом кверху на плесах. Плес – это когда прямая вода, и, ну, там нужно усердно грести, потому что нужно как-то преодолеть эти плес. Но, тем не менее, там есть много всяких таких маневров, которые можно, например, связать, там, катамараны в полдомаран, так называется, связка катамаранов. И там крайний грибут, а серединка лежит, играет на гитаре, загорает, там, работа. Это с рыбкой идет несколько катамаранов? Да, да, можно в полд, там, ну, то есть, получается, плод, да, огромный. Ну, мы так шли даже на Бейхеме в Саянах, когда там огромный переход, 80-100 км, и, ну, река несет 10 км в час. Да, можно веслами помочь, ну, так мы и делали, крайний четверо помогали веслами. Двойка сзади была как будто, ну, как рулевая, и там человек чуть-чуть управлял. А середина там играла в какие-то игры, играли на гитаре, пели песни. Ну, это так, это когда есть время, и не надо никуда гнать. Иногда, когда поход по каким-то причинам задержался, то такого расколаживания руководитель может и не позволить. Вот, так вот, Кольский полуостров и Карелия, они замечательны тем, что у них есть вот эти плесы, где можно и позагорать, а на берегах можно пособирать ягоды, половить рыбу, и там за счет специфики построения рек рыба ловится хорошо. Сейчас расскажу по поводу построения рек. Вот, эти районы очень популярны как раз тем, что туда можно идти разными форматами групп. Туда можно взять и очень опытных людей, и не очень опытных людей, которые просто пройдут препятствия по берегу. А опытные пройдут по воде. Можно даже детей брать в эти районы. То есть, это, опыт есть у большого количества людей, именно такие семейные походы. Вот, Кольский и Карелия. Вот. Так, я хотела вам... Есть вопросы какие-то по этому? Я не называла названия рек, я не знаю, стоит ли это, запомните ли вы их. Это не имеет смысла. Я знаю, что я запоминала реки только тогда, когда я на них побывала. И Чулышман. 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 И тебе потом в интернете я пришлю ролик с Чулышмана. Хорошо. И ты запомнишь название этой реки. А она шестой категории сложности. Ее продолжительность 240 километров от истока до устья, падения в озеро. И она полностью, вот, от начала до конца, это четко река шестой категории сложности. Если ее с чем-то комбинировать, то там она будет, можно в пятую категорию сделать сложности по ходу. Вот. Я хотела вам рассказать о, вот, я уже называла, что характер, разный характер рек, может быть, да? И вот различия как раз, вот, между Кольский полуостров Карелия и тот же Алтай, Саяны, Средняя Азия, реки по-разному построены. Построены у них, вот, есть такой термин, как продольный профиль. Если разрезать землю, основе, резнего, да? Есть. Река может сесть вот так. То есть ты сейчас разрезаешь землю? Да. Какая-то научная. Река может сесть вот так. Да, вот, река, да? И вот, как раз, таким образом, вот, Кольский и Карелия, вот, вот, реки, именно так стекут. И вот, вот, вот этот участок, у них идет большой-большой плес, а потом резко идет падение воды, да? И вот эта вот, ступенька и создает бород. Его прошли, и потом опять идет плес, 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 потом у вас опять падение. И снова пород. Вы просили? Да, ты правильно, хлёс, плес, плес. Плёс, пэ, я напишу. Да, спасибо. Вот. А может быть углом реки просто вот плавный, но там углом может быть от полутора метров до двух-трех метров на километр, да? Ну вот тут, там, тут, получается, ступенька резко падает. А здесь плавно обычно. И вот, я когда читала эту информацию, мне было очень смешно. Значит, равнирные реки, это обычно уклон от 0,6 до 0,8 метров на километр. То есть она себе плавно течет, но по-любому, вот, например, если взять Днестр, да, или тот же Южный пункт, река же несет, она вроде, вода стоит и не сильно, как бы, ты движешься, если не инвести вообще. Но река так все равно несет, правильно? И Днестр имеет свое течение. Но у них маленький углом. А начиная от 1,2 и выше, да, от двух метров, то там уже углом больше, соответственно, скорость течения больше. Соответственно, если попадаете на по скорости течения какое-то препятствие, то оно, ну, создает какую-то проблему, да? Вот. Вот такого класса реки, это в основном Саяны, Алтай, Средняя Азия, где уклон идет постоянный, не ступенчик. И там просто, чем эти реки отличаются? Здесь можно отдохнуть, успеть, можно вовремя зачариться перед порогом, для того, чтобы его осмотреть, для того, чтобы высадить участника, которые не готовы проходить это препятствие, и чтобы они пошли по берегу. На вот этих же реках очень часто целесообразно уметь читать препятствия с воды. Это отдельный разговор, это в следующей лекции, я не знаю, кто там ее читает. Женщик-сов-люб, да. Ну да, это его категория. Вот. И тут просто бывают участки, там, например, в Саяновске есть река, которая называется Би-хем. В переводе Большой Енисей. Все знают реку Енисей, огромную артерию, да, российскую. И вот с этой реки как раз начинается тот самый Енисей. И я даже была на месте, где висит табличка «Исток Большого Енисея». Вот, и вот эта река, у нее есть начало ее, как раз, «Исток», она начинается с Шевицкого каскада, который длиной 4-5 километров, и который сплошняком, это сплошной огромный порог. Четвертой категории сложности. И зачариться там особо нет. У нас был в 2004 году, вот, порвался катамаран, четверка, очень сложно изучали. Ой, 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 и шились прямо на тех камнях, и изучали. И склеились, и шились. Вот. И, соответственно, для прохождения таких участков нужен определенный опыт. Да, без опыта туда не стоит вставаться. Вот, это по поводу характера реки. А, о чем я хотела рассказать, что у меня улыбнула, когда я читала информацию, что при уклоне реки 0,6-0,4-0,8 метров на километр, возможно проходить реку против течения. Это как бы сейчас все улыбнулись, а зачем, да? А я вам расскажу. Есть такие районы, например, Урал, северный, Архангельская область, в принципе, и Средний Урал, где часто встречается, что для того, чтобы попасть на одну реку, нужно пройти вторую в противоположном направлении. Другой его пути не будет. Ну, нет других дорог, нет других троп, нет других дорог. Надо идти волоком по реке против течения. То есть сюда, либо, если возможно, садятся на суда и грибут с грузом, да? Либо, ну, тащат сюда волоком против течения. Вот. И вот я начала рассказывать об этом, и вспомнила о том, что я вообще не рассказала о преимуществах родного туризма. Почему я остановилась в памятник воднику, да, Миша? Первое преимущество – можно грести только в течении. Вот, да. Почему я выпила водный туризм? Потому что я была успешен, в горы я немножко тоже ходила. Ну, так, как бы, в детстве я много занималась именно техникой туризма. Там я ездила на соревнования, скалы, там, туда-сюда. Вот. Но когда я пришла в водный туризм, может быть, это потому, что я попала именно к Семену, и он подарил мне эту красоту, этого туризма именно с такой стороны, я поняла, что здесь можно захватить все. Ну, то есть попав в водный поход, можно сплавляться по рекам, можно сходить в горы, можно взять с собой велосипед и поездить на велосипеде. Это обнос какого-то препятствия. Это сходить в горы. Да, это сходить в горы. Он реально такой легкий, да? Нет. Вот. И есть еще такое преимущество – не нужно нанести груз на себе. Но тут полка в двух концах. То есть, да, в принципе, на протяжении похода туристы-водники не носят груз на себе. Их груз возит с судна. Да? Вайдарки там разные, для этих пэ. Вот. Но есть такие штуки, как подходы к рекам. То есть, приезжаешь в район какой-то, и до реки 150 километров. Не надо туда прийти. А, соответственно, у тебя за спиной тот катамаран, который потом будет везти твои вещи. Весла. Ну, и твое снаряжение. Личное, групповое снаряжение. Все остальное. Но это не касается походов первой, второй категории сложности. Третий тоже. В принципе, вот районы Карпаты, Крым, тот же Кольский полуостров, Карелия. Это этих районов не касается. Кавказ тоже. На Кавказе тоже везде дороги, везде можно подъехать. Это касается тех районов, где нельзя подъехать. Это районы, где... Таежные районы. Где тайга, где может пройти только человек, но и максимум лошадь. Вот. До определенного места тебя везет марш, транспорт. Причем такой Урал или ГАЗ-66, то есть другой туда не поедет. А дальше ты идешь пешком, либо лошади. Ну, соответственно, весь этот груз ты несешь на себе. Вот. И есть по этому поводу разные истории. Ну, вот я же говорю, это палка двух концов, преимущество, что ты не носишь на себе груз. И, как бы, еще второй, то, что груз этот, который судно везет обычно, есть препятствия, которые нельзя проходить на окруженных судах. И, соответственно, это препятствие нужно тоже обрезать. Вот. Ну, как бы, вот для меня это было таким главным преимуществом, что это возможность путешествовать не только, ну, посмотреть огромные районы. Вроде идешь в водное путешествие, а еще и берешь сразу много всего другого. Ну, я, как бы, уже упоминала о судах, да, на которых можно ходить. И кто-то видел уже эти суда на картинках, кто-то видел вживую, кто-то, возможно, сидел уже, да, в этих судах. Значит, и, соответственно, суда тоже они, их можно разделить на категории, на определенных судах. Можно ходить эти категории, такие категории походов, а уже выше, например, нельзя. Ну, то есть, давайте возьмем байдарку, да? Сейчас. Найдете мне байдарку? Да. Что же сразу? Вот. Байдарка обыкновенус. Значит, байдарки бывают разборные и каркасные. Собственно говоря, это вот она. Это разборная? Это разборная байдарка. У нее есть каркас, который разбирается и складывается в каркас и шкура. Все это разбирается и складывается в мешок, в чехол и переносится. Да, байдарки предназначены для путешествий первой, второй категории сложности. Ну, максимум, третий категории сложности. Ну, это при определенном опыте участников. Также в байдарке есть каркасные надувные. То есть, вот, там есть. Я в байдарке все виды находила, чтобы я поняла. Сейчас, ребята. Есть надувные и есть еще самодельные стеклопластиковые байдарки. Вот это каркасно-надувная байдарка. То есть, ну, видно по ней, что у нее есть и каркас, да, потому что она так, как бы, ну, четко у нее есть. Ребра жесткости есть. И есть надувная байдарка, да? Профтмастер. Преимущество той или иной байдарки, да? Вот каркасная байдарка, она очень неразгоняемая. У нее хорошая такая инерционность. И она достаточно маневренная. Но есть минус. Если этим каркасом хорошо влететь на какие-то камни, да, это уже там во второй категории сложники, третий, то каркас ломается, и, соответственно, судно приходит в него. Вот. И каркасно-надувная байдарка хороша тем, это идеальная байдарка для сплава, тем, что благодаря мягким, да, надувным участкам байдарки, вот препятствия порогов, у меня есть камни, то не будет ломаться судно, но может пробиться судно. Но здесь как бы спасает то, что есть каркас, который все-таки удержит судно на полу. Тут вот тем она хороша, что есть такие два преимущества, да? Надувная, соответственно, если она чисто надувная, если она пробита, она тоже придет в него. Есть самодельные стеклопластиковые байдарки, я, наверное, не нашла. Такую байдарку, но это вообще отдельная история, ее делают обычно фанаты эти байдарки делают. Ну, в принципе, стеклопластиковые байдарки вы можете встретить, если вы встречали когда-нибудь грибцов классических, поедет, ну, что, у вас кто-то есть? Да? Леша, ты классический байдар? Я не знала. Вот, то они ходят на стеклопластиковых байдарках. Я, Леша может больше об этом тогда рассказать. Оу, привет. 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 Они не ходят по ходу. Они не ходят по ходу. Я сама сидела, первый раз села в байдарку, наверное, в 2009 году. Было клево, то, что, ну, опыт сидения на судне там был, да? И когда парень, который нас посадил в байдарку, мы прогребли там хороший участок речки. Он такой, вы первые, кто не сел в байдарку, не сразу перевернулись. Ну, потому что там очень сложно держать устойчивость в классической байдарке спортивной. А в каное это вообще. Леша, ты только на байдарке делал, а ты именно каное. О, каное это вообще. Мне, по-моему, так и не удалось. Такая ширина. Да. Вот такая вот ширина и причем там как бы в борту там нету бортов. Вот в этом месте как раз где ты садишь и работаешь каное. Так. Ну, кстати, вот каное и байдарка, которая одиночная. Это каяна. Да? У нас вот, собственно говоря, одиночная байдарка, которая зовется каяком. Каноэ и каяка отличаются посадкой. Каноэ и каяка отличаются посадкой. На кайке человек сидит на пятой точке. Упирается, имеет опору ступнями. да, и вот классическая байдарка, например, гребец может управлять поворот. Там есть педаль. Там есть педаль. Да. Это уже дополнить. Да. Можно, можно именно поворачивать с ними педаль. То есть, жуль такой есть. А в каяке такого нет и работаешь только поверстаный. Вот. Каноэ я не находила картинку, но у каноэ посадка лёша. На коленную посадку. Коленная посадка. Гребец находится чуть-чуть выше канджи. Он вообще выше, собственно говоря, почти на поверхности. То есть, стоит на колене каноист и у каноиста весло обширное. Если у каякера весло двойное, как у работа на байдарке, то у каноиста весло одинарное. Он работает так же, как на катамаране. Так, следующий сюда, это катамараны. У каяка каноисты походы не ходят, каякеры ходят походы, очень хорошо ходят, активно, но я называю каноистов, вернее, каякеров называю эгоистами. Ну, так, как бы, любя, потому что они все хорошие люди, это понятно, но, тем не менее, это люди, которые, я считаю, не очень любят работать в команде. Ну, потому что, в любом случае, в байдарке ты уже не один, на катамаране ты уже двойка, четверка, ты уже не один, да, и нужно работать в команде. А каякер, он готов отвечать только за себя, ну, ему от этого хорошо, но зато он очень хорошо владеет техникой, когда начинает изучать воду и хорошо читают, обычно, каякеры очень хорошо читают воду. Не читающий воду человек вряд ли сможет ходить в кайке. Мы что именно читаем? Читаем воду это пороги, препятствия это тема следующей лекции. Вот. Катамараны. Значит, катамаран может быть двойкой, может быть четверкой. Вот это катамаран четверка. Это четыре человека в экипаже, два человека сидят впереди, два сзади. передних человека и один задний называются матросами и один человек капитаном. Один человек на суте называется капитаном. Запомните это. И это задний. Это задний. Да, это человек находящийся задний. Он сам выбирает себе посадочное место и неважно где он сидит, капитан это тот кто дает команды и тот кого должен слушаться экипаж беспрекословно. Бывает такое, что начинают оспаривать капитана прямо на ходу. Обычно этот человек получает весло или что-нибудь еще. Или потом не получает весло. Ну я сучу. Вот. А вот да. Возможно да, это капитан но что-то я сомневаюсь. Это капитан. в данный момент это капитан. скучи новичково. А вот сзади на заднем ходе катамаран двойка. То есть это два человека сидят. На заднем ходе оба катамарана двойка. по-моему там тройка. Как видите посадка коленная на катамаране. Хотя исторически раньше были разные посадки на катамаранах тоже. То есть до сих пор есть катамараны и их часто можно смотреть на черемоши, где люди сидят на вот так. Вот так сидят. Или сидят на рюкзаках. Но это удобно тогда, когда река это позволяет. Это равнинные реки и черемош максимум. где не нужно срочно работать и быстро проходить какое-то препятствие, где нужно применить силу и технику. Катамаран отличается тем, что у него средняя маневренность. Если взять каяк, у него очень хорошая маневренность. Он может проходить препятствия тех, которые катамаран даже пойти не может. часто. Средняя маневренность, средняя скорость движения у катамаранов и очень хорошая высокая устойчивость. Катамараны двойки они менее устойчивые, они меньше по объему и по длине. А катамараны четверки можно на самом деле пошить абсолютно разных объемов. Можно пошить катамараны я так говорю. Шьется как бы либо заводская заводская пошив либо ручной пошив катамараны. Можно пошить четверку таких же размеров почти как двойку. Она будет очень юркая маневренная, но она не сможет пойти на реке 5-6-й катамараны сложности. Потому что она точно быстро перевернется. Быстро попадет в аварийную ситуацию. Есть такое судно которое называется РАПТ. Миша, РАПТ. Есть такое судно которое называется РАПТ. Это судно которое сейчас используется на коммерческих сплавах по полной программе. люди зарабатывают деньги дай бог они здоровья. И походах он используется тоже наверное тогда когда много людей в группе и недостаточно судов и а давайте возьмем РАПТ. А давайте. На самом деле это хорошее судно у него просто низкая маневренность низкая скорость движения но зато очень хорошая устойчивость достаточно сложно РАПТ сложно перевернуть. И ну даже коммерческие сплавы ходят четвертую пятую в первую сложности шестую вряд ли я не помню такого вот и есть еще такое судно которое называется Карабубер или Бублик Карабубер Карабубер или Бублик вот вот хороший пример это какая-то такая таежная речка Алтайская Лисаянская Алтайская скорее всего да это но это не Кулагин а вот это вот Карабубер это вот суда которые очень сложно перевернуть и ну как бы всем участникам лекции если будет интересно я потом могу найти в интернете видео и покажу вам как такой вот Бублик застревает на Карагене в пороге между камнями и бултыхается там в течение полчаса человек там находится под водой слава богу он был такой в кармане воздушном и он мог дышать но это такое то есть эти суда ходят только в шестую категорию и есть там 6а 6b вот на туризме тоже есть такие категории вот и вот на Бублике туда стоит но лично я ну я буду себя да только воспринимайте эту информацию от меня субъективно Бублик не считаю судом который которым человек может что-то исправить то есть это вот вот так вот сливается да даже если ты вставляешь висло мощь реки такая что не вижу смысла вообще то есть на четверке я знаю что я сделала вот этот маневр я понимаю что судно подчинилось и благодаря этому проходит то или иное препятствие а тут нет вот и на Бублике ходит два человека на на Карабубере там больше людей там до наверное до 8 даже можно поместить но у него максимально устойчиво если он как невагаж то есть его может даже вот так перевернуть на голову оставить он вернется потом в свое поле да продоль да продоль да ну у него максимальная устойчивость есть какие-то вопросы по этой части может там не знаю из чего я вообще ничего не рассказывала из чего состоит катамаран катамаран это две гондолы надутые на которых насаживается рама рама может быть из металла но часто это дюралмини в большинстве случаев и посадка вы видели на колен и соответственно под пятой точкой есть опора эта опора может быть опять алюминиевая мы называем это велосипедами ну на выезд на сборах я думаю будут разные виды катамарана вы сможете увидеть есть надувные подушки тут есть тоже полтор в концах вообще вот эта часть подпопная она должна быть это главная опора грибца и коленей и пятая точка тогда грибец сможет делать все что угодно и если например это надувная часть то если она пробьется то соответственно эта опора теряется и все ты не можешь нормально работать а если это металл или если это дерево а в таежных походах для того чтобы облегчить вот тот самый подход 150 100-150 километров нести на себе например раму катамаран и часто это даже весла то раму катамарана делаются на месте приходит до реки или до озера с которого начинается река рубится лес да это тоненькие молоденькие кедры в основном часто это все обрабатывается на огне зачищается лес обрабатывается на огне чтобы смола не цеплялась и потом вяжутся рамы деревянные они тяжеленные эти катамараны получаются очень тяжелые и благодаря этому деревянной раме можно очень хорошо укрепить катамаран можно сделать диагонально то есть там идут так вот продольные на баллоны насаживаются вот и есть поперечины и вот тут кстати видно вот у нас есть усиленная рама деревянная потому что мы на челушман брали металл потому что нас подвезла машина под реку за 300 метров далеки но тем не менее мы потом укрепляли дерево потому что были такие пороги которые могли сломать металл вот а есть походы в которых просто делается все полностью деревянная рама она вяжется если здесь вяжется тут тоже скрутками вязалась резиной связывается рама обычно но можно вязать еще скрутками это определенная техника когда маленький такой брусок наматывается туда веревка ну и затягивается так что потом очень сложно развязать это все и точно так же вяжется и велосипед деревянный и вот этот деревянный велосипед уже под тобой ну ничего не сломит ну и а чтобы пятая точка не болела она там как-то утепляется делается мягче каждый работает уже да ну тут тоже показано хорошо я взяла это нагляд вот ну и вообще пятая точка привыкает человек такое существо привыкает ко всему вот и осталась у нас часть лекции это снаряжение да которое мы кстати подготовили раздаточный материал да ну сразу он в общем такой вариант осенне-весенний пусть вас не смещают шарка шарк перчатки те кто будет готовиться к сборам сейчас и брать с собой снаряжение вычеркиваете теплый меч да но я хочу коснуться ну пока там мина раздаст мина раздаст списки снаряжения а я коснусь основного снаряжения личного это гермоупаковки различных объемов герметические упаковки мы идем на воду да и если в стандартных пеших пеших горных походах берется бивуачный мешок например да или там накидка на рюкзак или то здесь однозначно в рюкзак вставляется герма-мешок то есть мешок который не пропускает воду либо иногда еще берется просто изначально рюкзак который вообще не пропускает воду но это часто можно встретить у каякеров или в походах которые 100% нету пешеходных переходов у водных туристов когда либо это полностью сопровождает машина либо вот при перевезла машина и от начала до конца точно ты не будешь нигде носить либо будешь немножко носить там обносить пороги тогда вот такой рюкзак можно взять но если у вас планируются пешеходные переходы то это должен быть нормальный туристский рюкзак который будет вставлен на водную часть герма-мешок и он должен быть соответственно по формату рюкзака они могут быть 100 литров 150 200 литров объемом и у них герметическая герметический должен закрываться вверх и есть маленькие герма-мешочки которые удобны для какого-то другого это снаряжение которое нужно либо быстро достать это видео-фотосъемка например или там что-то вкусненькое которое должно быть тоже сухим но должно быстро доставаться вот гидрокостюм это такая штука очень полезная я начинала свой опыт в водном туризме без гидрокостюма на протяжении двух лет я ходила без гидрокостюмов походу и в принципе летние да спасибо Миша гидрокостюм они бывают двух типов сухие и мокрые ну вот это мокрые гидрокостюмы в чем отличие мокрый гидрокостюм это костюм который пропустит воду через себя но за счет тепла тела вода накрывается и держит тепло а сухой гидрокостюм это гидрокостюм который не пропустит воду внутрь то есть вы полностью будете защищены от попадания воды к вашему телу и соответственно вам будет тепло потому что гидрокостюм гидрокостюм да есть еще сплавная обувь это могут быть гидро носки и там сверху кеды а могут быть гидро боты которые очень удобные потому что в них можно передвигаться по берегу хорошо а если вы будете просто в гидро носках во первых у них нет каркасности да то есть они не твердые и даже на катамаране у них неудобно сидеть обязательно нужна обувь какая-то еще ну и по берегу в гидро носках по поводу обуви которая нужна будет сейчас на выезде у всех сейчас списки перед плаками что там написано особо там написано что это старые кроссовки шерстяные носки и при наличии гидрокостюм гидрошорки гидро носки а ну вот ну вот кстати шерстяные носки это для тех у кого нет гидро носков на данный момент да ну вообще сейчас не лето и вот шерстяные носки не нужны сейчас тоже можно одевать просто кеды можно одевать кеды или даже стандали спортивные кто не жаль кому не жалко убивать главное чтобы была твердая сточевая подошва во первых вам нужно убираться катамаран по драму и голыми ногами это больно и травматично и во вторых выходя из катамарана в воду будете наступать на камни на все что угодно можно наступить то есть нужна обязательно обувь а носки шерстяные это замена гидро носков и когда-то мы ходили в шерстяных носках шерсть намакая говорят греет да но она действительно греет то есть это вариант лучше чем просто в носках пукетах ну а гидро носки стоят от 100 до 150 гривен и тот кто соберется и больше да 100-150 и более кто соберется в какие-то более серьезные походы и в холодное время года то надо иметь гидро носки это очень утепляет гидрокостюмы бывают цельные от отсюда и даже вот так вот можно со шлемом до пяток бывают шорты просто бывают шорты и куртки бывают шорты комбинезон с короткими рукавами с длинными рукавами разные варианты но они стоят денег но есть хороший секонд на марсельской который часто пополняется гидрокостюмами и можно там словить по дешевке гидрокостюмы сразу рассказываю да точки я давно не покупала свой гидрокостюм я даже не знаю где мой гидрокостюм но это плохо обо мне говорить это значит я давно не ходила в походы вот но предупреждаю гидрокостюм сложно мерить можно успеть натереть себе пальцем натягивая его с гидрокостюмом отдельная история в холодных походах по утрам в отдых его очень сложно надевать он если вы хотите не одевать замерзший гидрокостюм возьмите его с собой в палатку ночью спать вместе с собой тогда он будет тепленьким и будет его приятно одевать но в крайнем случае в него можно налить кипяточку и разогреть и в носки тоже остатки чая например вот ну да это такие уже такие истории пошли ну просто очень бывают смешные ситуации я помню в Саянах с девочками там 25 августа на горах вокруг реки лежит снег мы такие встали нас там пять девчонок замерзшие гидрокостюмы натягиваем нас кохот разбирает просто истерика потому что ну психика уже так подорвана чуть-чуть походом и нас уже просто рвёт на часть так ну ладно гидрокостюм проехали да сплавная куртка вообще сверху на гидрокостюм лучше одеть что-то ветровочное это защитит гидрокостюм от повреждений и вообще и это будет эстетически выглядеть хорошо то есть вы будете не как лягушонок в гидрокостюме а как бы в штанишках и в курточке да куртка сплавная она должна быть ветровочного типа может даже водоотталкиваемая да чтобы это все особенно если гидрокостюм например без рукопол под гидрокостюм можно одеть что-то гость например тёплый вот и сверху куртку должна быть обязательно личная каска это уже пошло специфическое снаряжение каска с пожилет так и следующее у меня записаны спас конец из тропарет это тоже так индивидуально хочу остановиться ну каска должна быть это не должна быть велосипедная каска потому что она другого формата у нее должен быть защищен лоб уши датыло у каски и должна вода проходить сквозь каску потому что вас может накрыть волной валом перевернуться соответственно вода должна выйти из каски а не остаться там чтобы вы захлебывались вот по поводу спа-жилета тут тоже хочу остановиться спа-жилет может быть надувным может быть полу надувным полу как правильно сказать пенопластовым но тут разные есть форматы можно может быть спа-жилет полностью из пенопласта из твердого пенопласта либо из мягких материалов типа таких например утеплитель знаете утепляют пол тонкие пластинки разные да вот вот из такого материала можно пошить спа-жилет у нас в клубе мы пару лет назад пошили 20 спа-жилетов вот такого формата таким наполнителем причем он чем хорош его можно увеличивать объем спа-жилета по поводу объема спа-жилета объем спа-жилета должен быть одна третья вашего веса то есть это ну каждый посчитал 60 это максимум это максимально в зависимости от сложности похода то есть соответственно если девочка весит 60 кг то максимально ей нужно 20 литров спа-жилета но это очень большой спа-жилет да ну литров 10-12 ей нужно точно да она не сможет ввести ну вот каякеры например они любят маленькие спа-жилеты потому что каякеру будет сложно ввести точно в каком-то огромном спа-жилете и еще важный момент спа-жилета если вы его делаете самостоятельно то передняя часть должна быть больше объема чем задняя часть потому что когда человек попадает в воду он должен обязательно лежать на спине в воде плыть вперед ногами и соответственно если задняя часть спа-жилета будет больше объема то он перевернется вот но спа-жилете важно ну хотя я сейчас не встречала такого ну встречала но не часто петля за которую можно вытянуть человека да спасатель который подплыл или там с берега дотянулся до человека схватил и вытащил его вот еще такая важная часть на спа-жилете это паховые лямки которые вот цепляются здесь там к спа-жилету как вы думаете для чего чтобы ничто не сорвало ну да просто может на самом деле элементарно она есть ну я плавала пару раз таких спа-жилет они просто поднимаются и ты даже плыть не можешь нормально вот она как бы закрепляет на одном уровне спа-жилет это вариант спа-жилет это каякин спа-жилет на Диме москалянку у у меня нет фотографий с паховой лямки ну я думаю что а вот это сидушка вот спа-жилет без паховых лямок да есть еще такое спас конец это веревка спасательная которая нужна как общее снаряжение для похода так и спас конец может быть личным снаряжением он может быть прикреплен к спа-жилету например в заднем кармане спа-жилета потому что в принципе в последнем утопающих делают самих утопающих да в первую очередь человек может помочь сам себе и и если почему-то с берега ему не идет помощь он может наоборот бросить воды спас конец на берег или зацепиться там за что-то да за какое-то там дерево ну как-то бросить ну чтобы помочь само по себе и спас тропорезг это нож который должен быть достаточно острым и прикреплен ножны должны быть прикреплены спа-жилета и ножны должны быть тоже он должен устойчиво находиться в ножнах одновременно быстро выниматься стропорез нужен для того чтобы успеть срезать что-нибудь ну что что-либо но в первую очередь расскажу ситуацию миша спасибо за подсказку при перевороте судна например катамаран если вы заметили то гребец укреплен на катамаране он сидит на коленях у него есть опора под пятой точкой и у него есть упоры которые надеваются на колени да то есть вот так надеваются упоры да и вот эти упоры при перевороте иногда сложно снять и это конечно все сложно у меня в опыте не было такого чтобы я не успела выскочить из упор я выскакивала по-моему из упор еще пока не перевернется к этому раму вот но ну тут тоже это техника потому что техника как правильно затянуть упоры чтобы быстро из них выскочить как правильно научиться их снимать это все тоже обучаемо вот но вот первое для чего нужно стропорез это отрезать упоры и еще важный момент на катамаране но на судне обычно есть запасное весло запасное весло привязано на том нашем этом сегодня показательном катамаране не было запасного весла да видно запасное весло обычно привязано к раме и если на судно проходим порог и в первой же бочке огромный слив уже не вырывает весло я матрос впереди когда мы изначали здесь ребята кричит аааа весло поплыло давайте его ломить я не понимаю что произошло я даже не поняла что Женя мгновенно срезал запасное весло и продолжил работать тем более ему как капитану это было очень важно а порог был очень серьезный вот то есть вот для таких моментов в первую очередь нужен стропорез а еще существует куча моментов которые по дороге полезны когда есть под рукой нож например почистить рыбу на катамаране когда заболдамаране какого раза ну у нас была ситуация в Стоянах когда нам подарили щук а нет не подарили мы пару щук и ленок который очень редко ловится нам повезло и таймень да тогда Евгений Васильевич постарал и вот мы вот всплыли ничего не делали кто-то там пел песни кто-то еще что-то делал а Ира в это время чистила рыбу потому что знала что вечером у нас не будет сил почистить рыбу вот вот такие вот прикладные забавные истории есть вопросы по поводу по поводу снарядов список прочитали вот вопрос по поводу выбора гидромешков есть какие-то рекомендации или в принципе любой выбор гидромешка есть просто вот плотные гидромешки которые будут достаточно тяжелые есть тонкие гидромешки они тонкие мягкие и легко перевозимые в скрученном виде а если это гидромешок как рюкзак то его тяжело перевозить и объемы в принципе в магазинах Одессы типа вот у нас есть магазин который называется скажите мне я вам скажу экстремал соборная площадь с той стороны спиридоновской спиридоновской вот у них есть ордановская товары ордановские и кстати через них можно заказать и ордановский гидрокостюм ну это можно заказать и через сайт орданы кому позволяет финансы да то можно заказать по себе четко по выкройке гидрокостюм это будет шикарное снаряжение и там же можно купить гермомешки разных форматов и сразу можно на правах рекламы есть такой сайт bestcamp.com.ua там тоже можно купить много хороших гидромешков отлично ну то есть да я просто сейчас этим как бы не сильно интересовалась поэтому не могу хорошо что можешь подказать вот ну можно там заказывать партия гидромешки гидромешки есть еще вопрос армении будут все спасибо 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 спасибо